Добрый день, зрители! Тема нашего урока – Ахталская крепость. Ахталская крепость входит в список региональных и сакральных объектов Казахстана по Карагандинской области. Руина Ахталской крепости расположена в 80 километрах на юго-запад от центра Жанаркинского района. Крепость была построена в 1832 году, стены которой представляла собой земляной вал высотой около 2,5 метров. Кроме того, по периметру укреплений был очень глубокий ров до 3 метров, который сохранился до сих пор. Главной целью строительства крепости было продвижение российского военного корпуса вглубь Казахской степи и необходимо взять под контроль территорию Центрального Казахстана между Ахмалинском, Лото и Каркалинском. Строительство данного укрепления было спровоцировано восстанием под предводительством саржана Есенгельда в 1826 году, которое стало стремительно расширяться затем по всему Ахмалинскому округу. В первом указе императора Николая I от 15 апреля 1837 года даны наставления коменданту Ахтаусской крепости. Во втором указе императора Николая I от 10 ноября 1837 года даны утвержденные затраты на содержание служителей церкви Ахтаусской крепости. В архивном документе заведующего отделом истории и археологии Сибирско-географического общества генерал-лейтенанта Катанаева указано, что Дуан Ахтау построен в прямогульном проекте. На глубине выкопаны траншеи, засыпанные грунтом. В центре ограды и на краю сооружены казармы из камня. Дома солдат, офицеров, казаков был построен из глинозема и литого кирпича. Также имелись конюшни для лошадей-казаков. Строительство казарм, домов офицеров, столовых и конюшен не достроено до конца. Деятельность крепости заключалась в защите Ахмалинского округа от набегов врагов казахов, защите караванов, идущих от казалжаров в Ташкентскую Бухару и прибывающих оттуда. Стратегическое значение этого укрепления хорошо понимал и кенисары Касымов, который в 1838 году отправляет своих людей с письмами к генерал-губернатору Западной Сибири, где он требовал уничтожить Ахтауское укрепление и Ахмалинский приказ освободить своих людей, находившихся в пленах в Омске, писал о неделимости казахских земель. После первого предупреждения, на которое колониальные власти не только не отреагировали, но и были схвачены и подвергнуты наказанию представители кенисары, которые доставляли письмо, расправы и наказание царскими чиновниками людей, прибывших для переговоров, вызвали негативные действия восставших в 1838 году. Восстание развивалось настолько успешно, что отдельные казахские султаны, верные царскому правительству, чтобы спасти себя и свое имущество, вынуждены были примкнуть к восставшим. Кенисары 15 августа 1838 году возглавил нападение на крепость. Надо сказать, что и для ее взятия повстанцы под руководством выдающихся казахских батыров Агибая и Наврузбая прошли ускоренный курс подготовки. Как указывают местные жители, в месте под названием Курган или Курган Кенисары, примерно в 50 километрах от Актаусской крепости, именно там батыры Агибая и младший брат Кенисары Наврузбай соорудили тренировочный макет крепости и обучали молодых воинов методом захвата крепостных сооружений. В особенности важное место уделял захвату ворот крепости. Отрабатывался обманный маневр. Демонстративно оттягивали силы противника на оборону одних ворот, в то время как основной удар приходился на другой вход в крепость. Армия Кенисары, бравшая крепость, насчитывала менее тысячи человек. Было начало пятого утра. Стража спала. Нападающие появились в сумерках. Перед собой они держали камыши, чтобы скрыть свои приближения. Подойдя ближе, использовали тактику Чингисхана. Намбатали на кончике стрел горящую веточь и запустили в укрепление. Возник пожар. Скоро крепость пала. Первым в крепость ворвался Жеке Батыр. За ходом действия своих людей Кенисары наблюдал с вершины холма. Кенисары долго там не задержался, он пошел дальше, потому что старские войска получили подкрепление. Позднее, в 1847 году, комендант Ахтауской крепости полковник Бухарин обращался с письмом к начальнику сибирских киргизов генерал-майору Вишневскому, где просил разрешения построить церковь в крепости. Лишь к концу 1850-х годов, после гибели Кенисары и жестокого усмирения восстания, было принято решение оставить крепость за ненадобностью, и церковь так и осталась недостроенной. В экспозиции Жанаркинского районного историко-краеведческого музея имени Сакина Сифулина выставлены предметы, найденные на месте Ахтауской крепости. Это монеты разных номиналов разных лет, пули, дропи гильза, кольца, пуговицы солдатской формы, замок и язычок от сундука, обломок кирпича стены крепости. Продолжение следует...